Всем привет! В эфире «Нехта» и наш спецвыпуск о будущем суде над Путиным. За ракетные залпы по украинским местам, Харкову, Киеву, Житомиру, обовязково будут покараны у Гаазии не лише выполняющие, но и авторы этого нелюдского задума. Последний оставшийся в живых прокурор нюрнмердского процесса Бенджамин Фернс заявил, что Путин может быть осужден за преступления против человечности в Украине. Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, — позор для человеческого общества. Виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийство, говорит Фернс. Также он считает, что Путина могут заключить в тюрьму Кокрадова Накарадича, лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде. Как добавил Фернс, я хочу видеть Путина за решеткой, и это возможно. Между тем, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о начале расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине за последние годы. И да, это та самая Гаага. После первичного анализа ситуации в Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, попадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования, заявил главный прокурор Мус. Расследование началось после того, как российские военные начали обстрелы мирных жителей. Конечно, там и не было никого, они сразу оттуда ушли. Они в нашем... Множество украинских городов российские войска пытались попросту сравнять с землей вместе с проживающими там людьми. Например, Киев, Харьков, Ирпень. Киев, Харьков. Также вели обстрелы из крупных калибров по Запорожской АЭС, а это самая крупная электростанция в Европе. Суд в Гаге рассматривает нынешнее и прошлое обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде, начиная с 2013 года до российской аннексии Крыма. Ранее Каримхан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно. Среди этих стран все страны Евросоюза, Швейцария, Канада и Новой Зеландии. Согласно заявлению британского форен-офиса, Великобритания сыграла ведущую роль в объединении союзников для обращения в международный трибунал в Гаге и теперь готова оказать необходимую техническую поддержку для достижения обвинительных приговоров. А глава МИД Британии Ли Страс заявила, что Лондон будет тесно сотрудничать со своими союзниками, добиваясь справедливого возмездия. Я восхищаюсь смелостью украинцев. Вместе мы работаем над двумя целями. Во-первых, Путин должен проиграть в войне, поэтому мы помогаем Украине защищаться. Наше оборонительное оружие из Великобритании сейчас используется для остановки российских танков. Во-вторых, мы должны остановить агрессию. Мы укрепляем восточный фланг НАТО и вносим свой вклад в европейскую безопасность. По официальным данным украинской стороны, с момента российского вторжения погибло более двух тысяч мирных жителей Украины. И эти цифры с каждым днем растут все больше и больше. Ведь Россия не прекращает обстрелы домов с людьми. Уважаемый товарищ, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Любой российский лидер и офицер, отдающий преступные приказы, должен знать, что ему грозит скамья подсудимых и в конечном итоге тюрьма. Это касается и Путина с Лукашенко. Эти два злодея не вечны. Против них восстает собственный народ и весь мир. Им уже грозит трибунал и позорное клеймо оккупантов и убийц. Их уже ничего не спасет. Приоритетным направлением остается работа над дополнительным досье для подачи в Международный уголовный суд в Гаге с целью привлечения Лукашенко и его сообщников к ответственности за международные уголовные преступления. В Беларуси нашей общей задачей является донесение информации о важности массового антивоенного движения за независимость и свободу страны. Также НАУ активизирует работу с представителями госаппарата ДИП-корпуса Беларуси за рубежом, которые понимают всю опасность ситуации по втягиванию Беларуси в войну с братским украинским народом. Дорогие белорусы, доносите правду о том, что в Украине гибнут мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура, о том, как героически сражается украинский народ за свою независимость. НАУ поддерживает добровольцев, выехавших в Украину для борьбы против агрессора. Все партизанские движения и движения сопротивления внутри Беларуси как силы противодействия преступлениям режима и агрессии в отношении Украины. Мы должны быть активными, чтобы в мире нас не воспринимали как народ-агрессор. Беларусы против войны. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упускать основные новости и читайте нас в Телеграме. Ссылки в описании. Не забывайте также поставить лайк этому видео и написать в комментариях слова поддержки Украине. Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне!